Друзья, в этом ролике хочу вам рассказать о Poco Launcher, которым я пользуюсь на своем смартфоне Redmi Note 10 Pro. Сразу скажу, что этот Poco Launcher особо не отличается от стандартного MIUI лаунчера, но в целом он имеет ряд преимуществ, о которых я вам сейчас и расскажу. Первым делом стоит отметить, что на своих смартфонах Xiaomi я пользовался достаточно большим количеством лаунчеров. В Play Market их свободно можно скачать. К примеру, там есть такой вот популярный лаунчер под названием Nova. Но, друзья, по опыту скажу, что владельцы Xiaomi очень сильно привыкают к своему встроенному лаунчеру, и пользоваться сторонними очень неудобно. А вот этот самый Poco Launcher, о котором идет речь в данном ролике, практически не отличается от родного, как я уже говорил. И в работе с ним вы не замечаете практически никаких изменений. Но при этом добавляются небольшие плюсы. Давайте о них и поговорим. Я специально вернул свой телефон в исходное состояние, чтобы вместе с вами установить Poco Launcher и показать его преимущества. Ну а перед этим, друзья, пожалуйста, не забудьте подписаться на канал, если вы этого еще не сделали, и поставьте лайк. Внизу под видео я оставлю ссылку, по ней вы сможете скачать Poco Launcher. Я тестировал разные версии этого лаунчера. Самой подходящей оказалась вот эта. 2.7.4.33 Устанавливаем его. Открывать ничего не нужно, просто переходим на рабочий стол. Смартфон просит выбрать нас лаунчер по умолчанию. Нажимаем запомнить выбор, нажимаем Poco Launcher. В любой момент мы сможем поменять эти настройки. Обои оставляем текущие. Разрешаем доступ, ставим галочку «Применить». Теперь нужно зайти в настройки и дать разрешение на уведомление, чтобы лаунчер корректно работал. Пишем в поиске «Уведомления». «Доступ к уведомлениям». «Poco Launcher» ставим вот эту галочку. Теперь, чтобы все разложилось по полочкам, нужно перезагрузить смартфон. Смартфон перезагружен, Poco Launcher работает нормально. Теперь, друзья, давайте перейдем к плюсам, которые мы получим от этого лаунчера. Во-первых, после его установки я ощутил быстроту действий. Заключается она в пролистывании и переключении меню. Также при этом присутствует плавность. Давайте удержим на экране и зайдем в настройки. Нас интересует вкладка «Еще». Первое, что хочется отметить, это настройка сетки значков. Здесь можно выставлять 5 на 6, 4 на 6, либо 3 на 6. В стандартном MIUI лаунчере, по крайней мере на моем Redmi Note 10 Pro, можно выставлять только 4 на 6, либо 5 на 6. Здесь появился дополнительный пункт 3 на 6. И я знаю, что многие пользователи используют такую раскладку, кому-то она удобнее. Второе, как я считаю, очень крутое изменение, это набор значков. Здесь можно ставить сторонние значки. В этот момент многие, наверное, скажут, почему бы их не поставить из приложения темы. Ведь здесь можно зайти вот сюда, значки. Приложение темы позволяет нам менять иконки. Но, друзья, вот эти иконки предлагаются нам только из тем MIUI. То есть, если вы устанавливаете тему MIUI, то у нас здесь появляются какие-то иконки. Отдельно их устанавливать система MIUI не предоставляет возможным. А также в стандартном MIUI лаунчере тоже нет такой возможности. А вот на Poco лаунчере это можно сделать. Например, установить иконки от Apple. Либо еще различные иконки. Все их можно скачать в Play Market. Для этого достаточно кликнуть вот на эту вкладку. Мы попадем в Play Market в наборы иконок. Здесь их огромное множество. Есть как платные, так и бесплатные иконки. Устанавливайте и тестируйте. Внизу в описании я оставлю ссылки на три набора с иконками, которые мне больше всего понравились. Друзья, в некоторых наборах не все иконки могут применяться. Как вот здесь видите, очистить или проводник не поменялось. Наборы нужно подбирать. К примеру, вот в этом наборе Viral меняется больше иконок. Его я и применю. Давайте снова вернемся в настройки. Еще в Poco Launcher мне понравилась настройка меню приложений. Смотрите, можно поставить вот эту галочку. Группировать значки по цвету. А также в дополнение к ней можно включить анимации. Теперь смахнув вверх, появляется меню приложений. А вот здесь снизу разные цвета. Визуально вы всегда запоминаете, какого цвета приложения вы хотите открыть. К примеру, вы знаете, что YouTube это всегда красный значок. Нажимаете вот на эту красную точку. Выходят все приложения в красном цвете. Здесь и наш YouTube. Все то же самое и с остальными цветами. В общем, друзья, для пользователей Poco это совсем не будет в новинку. А вот если вы пользовались только смартфоном Xiaomi, то такой лаунчер может вам пригодиться. Еще, друзья, добавлю, что на моем Redmi Note 10 Pro по стандарту нет вот этой ленты виджетов. И я знаю, что на некоторых моделях Xiaomi ее также нет. А в Poco лаунчере она появляется. Для кого-то это будет также полезным. Под какие-то новые значки вам остается подобрать только новые обои. Теперь ваш смартфон на новом лаунчере готов к работе. Друзья, пишите в комментариях, понравился ли вам Poco лаунчер. Также, если возникнут вопросы, сообщайте об этом. Буду отвечать. Не забудь поставить свой лайк, подписывайся на канал, жми колокольчик. Как всегда, желаю вам только качественных девайсов. Увидимся на YouTube. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok